Приветствую вас, дорогие мои близнецы! С вами Питья, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас неделечка. Неделечка события за период с 18 по 24 марта. Давайте будем смотреть, что ж такого может случиться, чего ожидается. Не забываем, что это общий расхват. Так что, мои хорошие, вас много, вы все разные, у вас разные обстоятельства. И просто априори не может быть, чтобы прямо всем близнецам одни и те же события в полном комплекте, как говорится, получить и распишитесь. Нет, 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 нет. Может что-то срезонирует одно, может и всё срезонирует, а может и мимо пролететь. Так что, учитывайте. Итак, рекламные события недели с 18 по 24 марта. Какие ощущения будут вызывать у вас эти события? Вообще, все события, которые будут происходить с вами или рядом с вами. Четвёрка жезлов. Ну, знаете, спокойствие. Спокойствие, защищённость, поддержка. Какая-то, знаете, такая семейная, чувство семейной поддержки. Либо коллективной поддержки, если говорить о работе, да. Вот, хорошее ощущение, хорошее. Особенно в плане того, что будет, вы будете уверены, что вы не подвергаетесь никакой опасности. У вас крепкие двери, хорошие окна, рядом надёжные люди, может семья, может ещё кто-то. Ну, в плане того, что вы не одни. Вы не одни. Ну, знаете, даже, может быть, вы и одна живёте, или один живёте. Но вы довольны, какой у вас крепкий дом. Финансовая, так сказать, подушечка хорошая. И всё спокойно. Ну, давайте смотреть. Что за события? Вполне возможно, что эти события как раз вам такие и ощущения-то и дадут. Ну, в принципе, такой вопрос у нас был. Как вы будете ощущать события. Так, троечка кубков, влюблённые и шестёрка кубков. Ну, вот смотрите, очень хорошая карта. Очень хорошая карта. Общение. Ну, в принципе, для близнецов это неудивительно. Вы любите общаться. Вот, и карты показывают, что эта неделя может быть очень общительной. И с детьми, и с родственниками, и с друзьями, и с подругами, и с коллегами. В общем, такая движуха у вас будет идти. И по родственной части, и по любовной части, и по деловой части. Как-то вот. Может, даже кто-то к вам из прошлого нагрянет. Да, кто-то позвонит. Или узнаете какую-то информацию о прошлом. Вот. Ну, здесь у нас выпал один старшерка, влюблённый, да. Да, он говорит о очень хороших отношениях. Гармоничных. Причём отношения, как я уже сказала, и любовного характера, и делового, родственного, не суть важен. Но эта карта, она ещё имеет второй подтекст. Может создаться ситуация, когда вам придётся сделать выбор. Выбор между кем-то и кем-то. Да. Ну, может, выбор касаться и других вопросов. Других вопросов, связанных, допустим, с работой. Увольняться, оставаться. Принимать приглашение, не принимать. Принимать предложение какое-то деловое или не принимать. Вступать в какую-то сделку или не вступать. То есть, может возникнуть вот такая дилемма. Да, может. Может, может. Но, в принципе, переживать опять же нечем, потому что, как я уже сказала, у вас очень будет окружать много людей. Ну, по крайней мере, для вас это будет достаточно, да. Есть с кем посоветоваться, есть с кем пообщаться. Есть некий опыт, опыт семьи, да. Может, даже в семье есть люди, которые обладают таким ценным опытом при решении какого-то важного вопроса. Поэтому переживать особо нечем. Встречи с внуками кого-то ждут. И ещё, знаете, может кто-то займётся обучением. Обучением или консультированием. Не важно, это бизнес ваш или, допустим, ну, есть у нас человек, который всё знает и может дать ценный совет, а то и научить чему-то. Поэтому можете тоже столкнуться с таким вариантом. Может, на курсы запишитесь какие-то. Ну, скорее, здесь идёт информация из ближайшего источника. Из ближайшего окружения. Ну, ладно, давайте посмотрим, а что у нас с конфеткой. Так, туз мечей. Ну, конфетка жёсткая. В плане того, что расставите все точки на дверь. Всё. И больше к этому вопросу вы возвращаться не будете. Разберётесь окончательно. Выйдите окончательно, наконец-то, может быть, из некого лабиринта, где вы плутали энное количество времени. Такое тоже может быть. Может, наконец-то, начнёте какой-то новый проект. Серьёзный проект. Решитесь, как говорится, на это. То есть, будет у вас достаточно информации, знаний, и можно будет вполне начать. Что ещё? Да, получение информации. Опять же, получение очень-очень ценной информации. Вообще, знаете, конфеткой может быть и распечатка какого-то ментального участка. Что-то вам приоткроется, понимаете. Какой-то, ну, даже может быть, влезет какой-то талант, какая-то способность, о которой вы даже не подозревали. Но, возможно, какое-то обстоятельство станет толчком к раскрытию вот этого участка. Ну, как говорят, что человек, он использует где-то 5% своего мозга, да? Вот. Поэтому, возможно, у вас появится 10% или 15%. Ну, это я так. Это, конечно, редкость, но почему бы и нет. Так, заноза. Рыцарь Пентакли. Вот сразу же такая, знаете, первая мысль пришла рассчитаться по долгам. Это раз. Подарить кому-то подарок. То есть, озадачитесь вы выделить количество времени какое-то, да, и купить ценный кому-то подарок. Вот. Возможно, какая-то деловая командировка или какая-то деловая поездка. Тоже. Ну, здесь, конечно, всё-таки речь идёт о занозе. То есть, все действия будут вынужденные. Какими-то обстоятельствами, ещё чем-то. Вот такие пирожки. Ладно. Либо, знаете, что ещё может быть? Кто-то к вам приезжает в гости или напрашивается навстречу. А вам вот никак не хочется, но надо. Надо. Ладно, теперь спросим совета. Совета о раковозапнении. Что же он нам нашепчет? Самобичевание. Очень хороший получился прогноз. Очень хороший. Так это всё ладненько, спокойненько, умиротворённо, всё решаемо. Вот. И непонятно, почему выпал такой совет самобичевания. Ну, здесь, похоже, знаете, будут, видимо, какие-то моменты, которые будут вас расстраивать. Ну, знаете, как мы говорим, ах, какая я дура, ах, какой я дурак, а зачем же я так сделал? И пошли себя бить, как говорится, со всех сторон. И в этом виноват, виноваты, и то не так сделал, или сделал, и пошла, поехала. Вот в данном случае совет ни в коем случае на этой неделе этого не делать. Ни в коем случае. Только хвалить себя, только поощрять себя. Вы самая умная, самый умный, вы самые хорошие, самые хорошие, и так далее, и тому подобное. Любые благоприятные, точнее, любые приятные эпитеты в ваш адрес принимаются. Но ни в коем случае никакая самокритика не допускается. А тем более в таких агрессивных, агрессивных формах. Не надо, не надо, мои лапочки. Обойдитесь. И не только на этой неделе. Вообще стараться надо так не делать. Хотя вот иногда сложно сдержаться. Ну, ладно. На этом я закругляюсь. Спасибо вам за внимание. Всех благ вам, здоровья, удачи, денежек побольше. И вообще всего-всего вам хорошего. И до новых встреч.